Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах в Chrysler Sebring. Давайте разбираться как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Для Chrysler Sebring предлагались на выбор 3 бензиновых двигателя. 4-цилиндровые 2-литровые 141 л.с. и 2,4 л.с. и 2,4 л.с. и 152 л.с. А также V6 объемом 2,7 л.с. 6 л.с. С четверками сочетались 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонная автоматическая коробки, а с V6 только автомат. Sebring, собранный в Европе, в частности в Австрии, обычно дороже машин из нового света. Зато они лучше приспособлены к нашим условиям эксплуатации. Другое дело, что найти такой экземпляр крайне трудно. Эта модель практически исчезла со вторичного рынка. Зато если повезет, американец гарантированно будет с электропакетом, фронтальными подушками безопасности, бортовым компьютером, магнитолой, кондиционером и АКП. А нередко попадаются экземпляры с кожаным салоном, электроприводом подогреваемых сидений и литыми дисками. Покупка поддержанного Chrysler Sebring по случаю нежелательна. Если вы все же приняли такое решение, проверьте все основные системы автомобиля на специализированном сервисе, механики которого хорошо знакомы с этой моделью. Двигатели Sebring проверены временем и относительно неприхотливы. Они потребляют 92-й бензин, правда чувствительны к качеству масла. Завод-изготовитель до 2004 года рекомендовал только синтетическое марки Mopar 5W30 или 10W40, а позже Mobil 1 той же вязкости. У четверок есть один хронический недуг – залипание клапанной системы вентиляции картера. В профилактических целях рекомендуется чистить его на каждом ТО. Если при осмотре машины на клапанной крышке в районе дренажной трубки обнаружится пятно, значит система вентиляции забита. Следовательно, есть повод поторговаться. Форсунки системы впрыска обычно выхаживают около 150 000 км. Ресурс приводных ремней – 80 000 км. А насосы системы охлаждения – 100-150 000 км. Каждые три года подлежат обновлению высоковольтные провода. На четверках привод ГРМ ременной, а у V6 – цепной. Помпа на шестерках исправно работает те же 100-150 000 км, но требует постоянного внимания, для чего в боковой крышке двигателя имеется контрольное отверстие. Для замены водяного насоса надо снимать мотор, поэтому обычно при такой операции меняют цепь ГРМ с натяжителями. Из-за плотной компоновки моторного отсека, особенно на модификациях с двигателем V6, доступ к большинству узлов сильно затруднен. К примеру, аккумулятор размещен в арке левого переднего колеса. На Chrysler Sebring устанавливали пятиступенчатую механику или четырехдиапазонные автоматы. Обычный гидромеханический, а в последние годы – автостик с секвентальным ручным режимом переключения. Надежность механики, так же как и АКП, довольно высока. А вот у автостик бывают сбои в работе блока управления. Однако на вторичном рынке Sebring уже наверняка будет с изношенной трансмиссией. Но если на МКП может потребоваться только замена кулисы рычага, то с автоматической коробкой все сложнее. На большинстве машин она уже выработала свой ресурс. И чтобы не стать добровольным заложником ремонта АКП, проверяйте ее перед покупкой машины. Подвески не очень долговечны, стойки стабилизатора. Немногим дольше служат шаровые опоры передних рычагов, которые меняются в сборе. В задней подвеске после 150 тысяч километров придется менять рычаги в сборе с айленд-блоками. Четырехцилиндровый дешевле в эксплуатации, чем V6, который надежен, но затратен в обслуживании. Например, на V6 на машинах моложе 2004 года выпуска. Для замены катушек зажигания, они сделаны жестким наконечником, раннего ближнего к салону цилиндра приходится опускать двигатель, частично открутив его опоры. Периодически возникают сбои датчика-указателя уровня топлива и различных электронных блоков. Кроме стоек и втулок стабилизатора, шаровых опор в сборе с рычагами, которые придется обновлять в среднем через 70 тысяч километров, проблем с ходовой не будет. Тормозные колодки и диски выдерживают 20 и 50 тысяч соответственно. Задняя подвеска независимая многорычажная. Стойки стабилизатора служат в среднем 80 тысяч километров, а втулки больше. Амортизаторы выдерживают до 120 тысяч километров. Крупный ремонт, включающий замену рычагов с айлинт-блоками, потребуется ближе к 170 тысячам километров. Электрооборудование долговечностью не отличается. Происходит сбой в работе салонного оборудования, центрального замка, электроприводов, стекол, систему вентиляции и кондиционирования. Кузов довольно прочный, но лакокрасочное покрытие на старых экземплярах не выдерживает агрессивную украинскую среду. Сколы надо незамедлительно закрашивать во избежание появления ржавчины. Кузовные детали относительно недороги. По крайней мере они стоят не больше, чем на японские и немецкие машины того же класса. Ну а если вы являетесь владельцем Chrysler Sebring, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание, буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok